Самый массовый на Южном Урале. В минувшие выходные в Магнитогорске состоял сезональный этап Кубка Законодательного Собрания области по мини-футболу среди любительских команд. За жаркими баталиями на поле наблюдала и наша съемочная группа. Страсти кипят борьба за мяч нешуточная. На поле спортшколы номер 4 в минувшую субботу было по-настоящему жарко. В борьбе сошлись 8 команд Юга области. Сборная Кизильского района, пожалуй, самая молодая по возрасту участников. Но ребята серьезно настроены на победу. Тем более, что уже первая игра сложилась для них удачно. Первый соперник у нас был не так уж сильный. Обыграли 2-0. Вполне нормально. Но, скорее всего, будут сильные соперники дальше, если пройдем. А вот магнитогорское дружине в первом поединке пришлось непросто. Ребята проиграли команде из Агаповки. Работы над ошибками провели сразу. Потому что не разогрелись. Вышли сразу и начали играть. Все не спланировали. Кизильский и Агаповский районы, Карталы, Бреды, Локомотивный. И три команды от магнитки. Правда, в этом году отсутствовал фаворит прошлых сезонов – ММК «Курорт». От каждой дружины пять полевых игроков плюс вратарь. Два тайма по 10 минут. Такая схема позволяет проводить на огромной площадке одновременно несколько матчей. У нас разбито на две подгруппы по четыре команды. Все команды в группах сыграют в круг. И победители групп разыграют первое и второе. Вторые места поборются за третье место. Турнир по мини-футболу на Кубок Законодательного Собрания стал уже традиционным. Он проходит третий год подряд. В Магнитогорске при поддержке депутата Вячеслава Юрьевича Ивстигнеева. Для победителей зонального этапа приготовлены призы, дипломы и кубки. А главной наградой станет путевка в финал. От имени администрации города Магнитогорска, управления по физической культуре города Магнитогорска, хочу вам пожелать отобраться в финал, который будет проходить в августе в Челябинске и завоевать призовые места. Удачи вам без травм. Достойно сражались все. Но лучшей стала сборная Агаповского района. На втором месте Кизил. Именно эти команды отправятся на финальные игры в Челябинск. А вот Магнитка в этом году заняла третью строчку. Александра Алексеева, Елена Вишнякова, Егор Суханов, информационная служба Медиагруппы Знак.